Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено двум очень приятным моментам, открытке и посылке. Очень меня радует, что вот сейчас весна, как бы, ну, солнышко приклекает, снежок такой гладенький, я вот только что недавно совсем прогулялась до почты, и мне так очень нравится погода. Но вот из-за того, что весна у меня на канале повылазила столько негативчиков, и меня так радует, что среди моих подписчиков есть все-таки адекваты, что, ну, вот я не могу не поделиться радостью. Я очень хотела в свое время в одном из стримов показать эту открытку, но что-то вот, ну, как-то забыла, каюсь. Но я думаю, что человеку будет очень приятно. У меня же есть, как бы, в инфобоксе и на странице канала ютубного, вот на котором этот ролик будет, как бы мой адрес до востребования. Мне никто до востребования ничего не посылал, если кто-то собирался что-то послать, всегда спрашивали, ну, точный адрес. И или посылали, или говорили, что посылали. Ну, в общем, те, кто посылали, они спрашивали исключительно точный адрес, и я давала точный адрес тут. Вот я прихожу на почту, в феврале я еще, ну, как-то так зашла по делу, и мне там женщина-почтальонша говорит, о, вам пришла ведь открытка, она так давно лежит. Вот неужели вы не знаете, что у вас пришла открытка до востребования? Вы что, не можете прийти и спросить эту открытку? Я говорю, я не знала. И, в общем, вот такая вот замечательная открытка. Я ее где-то 26-го, наверное, забрала в феврале, а она меня ждала аж 19-го февраля из Петербурга. Ну, и тут, да, я думаю, что я согласна, девочка Жени, что эта открытка, точнее, девочка на этой открытке тоже напоминает меня. Тоже такой себе очкарик в очочках. Ну, то бишь, очкарик без очочков может быть только в линзах и книжечка, и, соответственно, вид Питера. Очень замечательная, классная открытка. Мне очень вообще приятно было так. Так, учитывая, что у меня что-то в тот день такое дикое настроение было ужасное. И я когда зашла на почту, мне дают открытку, у меня вообще радость вот, ну, запредельная. И вот такая вот посылочка мне потом сказала девочка, что она хочет мне посылочку послать. Ну, как бы, если созрею, то пошлю. Я как бы никого не всегда, ну, мне всегда очень приятно, когда это бывает, но я никого как бы не обязываю. Мне вот говорят, что я должна смотреть в камеру. Я не знаю, мне кажется, я смотрю в камеру, но вот если я буду совсем вот так камеру смотреть, то я буду на шею каким-нибудь гусенком или утенком или лебеденком. В общем, я решила сначала, что я ее вскрою и посмотрю, что там. Потом я решила, что я вскрою и запишу прямо на камеру. Потом я перед этим, правда, написала человеку, можно ли это сделать. Ну, поэтому я все-таки запишу это на камеру и, наверное, выложу, может быть, уже не дождавшись результата, смысле ответа человека. Мне кажется, что человеку должно быть, наверное, приятно. Просто вот человек делает мне приятно, а я таким вот позитивным приятством пытаюсь поделиться. Ой, у меня только что сломался ножичек. У меня сломался ножичек. Ну, слушайте, он столько жил, этот ножичек. Я с ним в художку ходила в 16 лет. У меня вот прям вчера у меня, я думала, накрылись колонки, в результате оказалось просто дрова слетели с Дебиана. Ну, для человека, который впервые в жизни самолично, без всякой помощи устанавливал Дебиан, потому что установка Дебиана все-таки разнится от того, что у Бунта, там, Семата и прочее. В общем, скажем так, Дебиан это дедушка, у Бунта это мама, а Минт и производные это уже дети, внуки, да. И, в общем, дедушку устанавливать без особой подготовки, это, мягко говоря, и чтобы нормально все стало, это удивительно. Я считаю, что это нормальный такой месяц теста. Правда, я не соображу, как теперь этим ножичком тебе что прорезать. А, вот, вроде собрезала. Все эти новогодние почтовые коробки, которым, наверное, уже год. Их как-то не очень понятно, как резать. Я-то хотела, наверное, надо вот так вот поставить, чтобы... Ее не видно будет, но будет слышно, но этим ножичком как это прорезать. И еще у меня такой этот СМС-каток, что буквально пришло. Ну, может, она пришла полчаса назад, но увидела я ее только минут пять назад, что у меня доставлен на базу выдачи АСОН мой заказик. А база выдачи у нас до полшестого, ну, практически до пяти часов. Я еще сегодня шла, думаю, надо же, вот такое время. И они написали, что 12 марта они только доставят, а столько времени. Ну, как бы потом узнала, что на днях, что 8 марта в этой России, в этом году отмечается в течение четырех дней. И что четыре дня ничего такое, работать не год. Ну, думаю, до 8 марта уже можно же доставить. И вот действительно доставилось. Ну, да, Леля открывает коробочку. Я ей почему не показываю? Тут адрес девочки и адрес мой. Конечно, мой-то адрес до востребования, но адрес девочки. Я думаю, что это как-то, ну, не коммерческо. Ну, мне кажется, я надеюсь, что будет слышно вообще этот тест камеры с записью. Потому что вот вчера у меня, вау, на нетбуке-то я писала, мне там вопили, что половина смотревших вопила, что у меня там звук какой-то. Звук на самом деле нормальный. Единственное, что может быть фонит из-за того, что в комнате практически мало вот там, ну, когда есть ковер в комнате как-то, или какая-то шмотка, напоминающая ковер, то вот эха нету. Я просто помню, когда из деревни приезжала еще мелко, и мама там с родней стирала эти все ковровые дорожки, ковры, приходишь, такие голые стены, голый пол, и действительно эха шло. Я думаю, что вот из-за этого я хочу попробовать одну вещь, и если получится и не будет фонить, то, значит, я оказалась права. Вот тут еще одна замечательная открытка с кошечкой. Слушайте, так классно. Ой, тут даже послание. Я послание прочитаю, но вам не скажу. И тут у нас, мне вообще сказали, что там чай. Боялись, что-то чай просыпется, на самом деле чай не просыпался. Женя, чай не просыпался. Так все классно упаковано. Я сейчас даже, вот я тут распаковала малость. Я, наверное, сейчас попробую это как-то показать, как вот оно было. Как вот оно было. Как оно было? Оно вот так было. Вот так оно было. Я, конечно, должна была, наверное, на штатив поставить, но я что-то совершенно забыла. У меня все как-то так случайно, неожиданно и спонтанно. И первые полдня мне немножко, я понимаю, что на негативчиков не надо обращать внимание, но как-то, когда вот все ломается, и до трех часов ночи ты пытаешься реанимировать или какие-то документы сохранить, то уже на всякие такие негативные моменты пытаешься. Конечно, не пытаешься, но в итоге обращаюсь внимание. Но, слушайте, я вчера разобралась, наконец-то, на двух внешних дисках. У меня там на одном 200 с лишним гигабайт освободилось, и на другом где-то около того. Разобралась в документах, в файлах. Вот то, что у меня, наверное, 4 года назад, 5 лет назад, когда, блин, у меня еще винда была. Оно там лежало, эти, с копом таким, в общем, у меня тут открыточка. Ну, я думаю, вот это можно прочитать, потому что это на открытке известный перекресток Санкт-Петербурга, 5 углов. Это очень красивое место. А я не помню, была я на этих 5 углах. Может быть, была когда-нибудь, но я же была там в Питере 3 раза. Ну, в смысле, 2 раза долго, и 1 раз 8 часов пробегом. Короче, вот тут у нас, чисто по упаковке, я чувствую, что это очень такой классный крутой чай. Я вот такие упаковки люблю. О, и еще чем-то вкусным пахнет. И этот знак качества Китая, я вообще от него тащусь, вот. Во. Все равно никак не приноровлюсь, что вот оно, во, куда-куда тут, вот так. И что у нас тут? О, слушайте, не зря я это, вот, да вообще это, я вообще его очень люблю, на самом деле у меня его давно нет. Теперь он мне будет, это пуэр 4-летний вишня. Рассыпной шу-пэр из провинции Юнгань, мягкий вкус, насыщенный с вишневыми нотками. Так, состав китайский шу-пэр, кусочки вишни. Ну и бла-бла-бла. Огромное спасибо, Женя, вообще классно, суперско. Я как раз вот сегодня приду со зоной и заварю себе. Я еще так подумала, знаю, что там чай, думаю, сейчас приду, заварю себе чай. Ну, тут пакетик, в котором я так все ехала. Ничего не рассобачилось. Тут у нас, видимо, к чаю. Что-то такое, что это такое. Так, петербургская коллекция. Бралины в шоколаде. Кофе. О, прикольно. Слушайте, у меня как раз конфеты заканчиваются. Не, на самом деле у меня есть конфеты, которые мне Элька подарила с опознанием, на день, на день, пол коробочки. Две с половиной шоколадки. Одну я купила. Тоже что-то так откусила, так и лежит. Ну, слушайте, конфеты лишними не бывают. И как бы сказала моя подружка Маша, Лёля съест все. Лёля, я в тебя верю. Я еще сегодня что-то шла домой, думаю, заказать что ли пиццу на дом. Но в одном месте, где мы с Машей отмечали мою ДРФ, в пиццу кладут прованские травы, которые не указаны в составе. А у меня на прованские травы немножко как-то не очень. А в другом, я просто еще ни разу не пробовала пиццу, потому что мы там оба раза с разными людьми ели исключительно роллы. В общем, вот такие конфетки. Тут у нас Петре на коне. На коняке Петре. Ва. Круто. Конфетки к чаю. Еще какие-то такие конфетки. Ух ты. Это что такое? Конфеты ленинградские. В оранжевых, розовеньких и голубых, и даже синих бумажечках. Сейчас мы это глянем. Круто. Во. Я, кстати, вчера с Машей гуляли. Я впервые в жизни увидела. Я знаю, что 12 октября. Со вчерашнего дня знаю. Так, что-то у меня все темнеет. Это, видимо, я не знаю, как это на видео отражаться или нет. Видимо, я еще не настроила, чтобы у меня не блокировался этот монитор, когда я ничего не делаю. И мне не приходилось вводить пароль, когда он уснул. Ну, кое-какие еще приблуды мне осталось настроить еще. Немножко попрыгать с бубном, чтобы присайбачить сканер. Потому что вот в прошлый раз на Минт Мате, это у нас Цинамон Корицко, Коричко, Коричко, Коричко. В общем, не знаю, как на Коричке, долго ли придется прыгать с бубном. Но вот на Мате мне приходилось долго тыкать USB 2.0. В итоге сканеровский, каноновский USB 2.0 в 3.0, точнее, да. И заработал. Вот в этот раз я переставила, но еще не пробовала, увидела он его или нет. В общем, что у нас тут? Знак качества. Конфеты ленинградские. Вот такие. Мне просто интересно. Они с разными. Слушайте, они с разными. Они не только по цвету разные. Вот этот вот еще. Я забыла, как он называется. Я каюсь, я культуролог, но я забыла, как он называется, этот самый картинок. В общем, я что говорила, я не знаю просто, как оно отразится на видеосъемке, что вот монитор у меня слегка потемнел. От того, что он решил, что я ничего не делаю. Еще такая. Я даже не знала, что в Питере какие-то такие конфеты отдельные производят. Я отстала от жизни. Левушка. Так, вроде все. Розовое, оранжевое. Ну, может, хочу оранжевое. Слушайте, оно так вот вкусное. Я еще когда открыла коробку, думаю, надо же, с шоколадом пахнет. Таким качественным, хорошим, вкусным шоколадом. Как в советские времена были такие. Были детьми мелкими, и там были такие вкусные шоколадки, конфетки всякие. Короче, тут четыре вида конфеток. Не знаю, как на самом деле по виду, но по бумажкам четыре штуки, по-моему, четыре вида. Очень вкусно пахнет шоколадом. Знаю я своего кота. Он у меня и шоколад может есть. Поэтому я пакетики пока обратно заведу. И еще тут у нас, слушайте, шоколадка. Шоколад горький воскресенский всех учебных заведений Смольный собор. Прикольно, слушайте. Реально, я не знала, что это в Питере такое вот, есть такое чудо. Я давно не была в Питере, да? Я с 2013 не была в Питере. Он действительно красивый, этот собор. Да, он действительно красивый. Да в Питере вообще очень сказочно и классно. Как это у нас? А, кондитерская фабрика Победа. Мне очень нравилась кондитерская фабрика Победа, потому что одно время в Магните, ну, может, и в ГИКСе 5 или 6 лет назад продавался черный шоколад десертный и такой же шоколад с вишней. У нас там что-то где-то ремонтируют, я не знаю, слышно сейчас или нет, потому что я опять немножко поиграла с микрофоном, а тут у меня внезапно вот именно Минта, Минт, Цинамон, Коричка, короче, она опознала эти два микрофона на этой камере. Вот Деби, он, конечно, все приблуды практически, кроме Миди Клавы, сразу слопал и сразу все заработало, но он два микрофона не увидел. И вообще как-то глючит стал под конец. В общем, вот, я потом все внимательно прочитаю. Ну, не на камеру же это читать. Это лично мне написали. Спасибо огромное, Женя. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего, отличного настроения. Если вас мучают какие-то негативные моменты, не выплескивайте их на других людей. Будьте добрее, пожалуйста, это тем, кто вот сегодня меня доставал в камент. А те, кто просто самые по себе очень хорошие и добрые, в общем, чтобы у вас очень редко или вообще никогда не было таких меланхолий. Но иногда, конечно, надо погрустить, но все же пусть у вас будет всегда хорошее настроение. И при этом вы будете не обделены мозгом. Но это к тому, что дураки всегда счастливы. В общем, всем пока!